По телекартинке было видно, что в 65-70 минуте уже начали сушить игру. Они так весь чемпионат будут играть? Я думаю, что они будут играть, исходя от того, нужны им очки или нет. Стратегически будут планировать, я думаю. Но в любом случае в матче с Аргентиной ничья не только для Исландии, но и для любой команды это положительный результат. Понятно, что в концовке, когда Аргентина бросила все силы на атаку, и соответственно здесь уже имея таких игроков в атаке, соответственно исландцы очень много бегали, очень много боролись в первом тайме. Конечно же, силы не безграничны, и соответственно уже в концовке было видно, что они подсели и уже играли по счету, по результату. А Аргентина вас впечатлила? Она сможет отойти, допустим? Скажу так, что Аргентина столкнулась с определенными сложностями, потому что соперник, особенно во втором тайме, очень компактно оборонялся, не давая вообще практически свободной зоны. Мы видели, Месси приходилось иногда и бить с дальней дистанции, то есть не подпускали они близко к своим воротам или за пределы штрафной площади. И как таковых, там голевых ситуаций нет, понятно, что они глубоко очень садились, но я думаю, что в этой ситуации это в принципе себя оправдало. Насытили вот именно центральную зону, то, что было с флангов, в общем-то все было выиграно головой вверху, и это понятно. Единственное, силеных не хватало, чтобы организовать быстро атаки, что было в первом тайме. Когда они достаточно опасно, в общем-то выбегали вперед и имели в контратаках хорошие возможности. Ну а, как я уже сказал, они играют в своей манере, мы уже можем в принципе и говорить, как они играют уже и по последнему чемпионату Европы, и сейчас они придерживаются очень своего стиля, скажем так, строго организованно обороняются и быстро, и стараются быстро контратаковать. Плюс стандартные ситуации, видели, ауты вбрасываются практически там, скажем так, от центральной линии, там метров 20, и уже бросается все туда. И там есть, ну видно, что есть на игровке, есть комбинации определенные, при которой кто-то борется, там кто-то занимает определенные точки в штрафной площади соперника и, соответственно, ждут своего шанса. Вот, в общем-то, в принципе и стиль исландца. Ну и, если так, еще немножко добавить, это атлетичный футбол, много единоборств, иногда даже прибегают к простому бросу вперед, то есть длинная передача вперед, там нападающие борются, сбросы, и вот как только они после сброса овладевают мячом, уже тогда вся команда начинает уже туда идти, и фланги бегут, и непосредственно стараются этим мячом распорядиться в штрафную площадь соперника, или удары, или передача во фланг с последующими, в общем-то, передачами фланга уже непосредственно штрафную площадь соперника. Аргентина нынешняя не очень сильно зависит от миссии, потому что по игре было видно, очень много касаний было. Ну, понятно, не только Аргентина, а Барселона зависит от миссии. Многих игрок такого уровня, конечно, имеют в составе, наверное, каждый тренер мечтает такого игрока иметь, может быть, на какие-то коллективные даже действия, командные действия, даже можно, в общем-то, только из-за того, что иметь такого игрока, можно даже думать о том, чтобы как можно быстрее ему доставить, мяч, и там он сам будет разбираться. Вот, конечно, есть зависимость определенная, есть зависимость. Вот насколько здесь вот эта зависимость будет играть в плюс или в минус, это вопрос. Вот по сегодняшнему матчу, может быть, немножко, в общем-то, это не сыграло в пользу аргентинцев. Вот не было, как говорится, плана Б и С, да, условно, там. Вот что у нас, кстати, сыграло неожиданно для сборной России, когда, в общем-то, нельзя об этом так говорить, но травма Загоева, когда мы перестроились, немножко даже усилило, да, наши действия, особенно в атаке. Вот, то здесь вот вопрос, насколько вот эта зависимость дальше будет играть в плюс или в минус. Нельзя, опять же, уйти от сравнений со вчерашней игрой Роналду. Вот почему он вчера, допустим, сильнее соперник был. Испания, он сумел оформить хит-трик, а вот Месси, вот, ну, хотя... Ну, мы немножко говорим о разных вещах. Все-таки Испания – команда, которая заточена на атакующие действия, и здесь вот больше пространства, больше маневренности для такого быстрого, прежде всего, индивидуально сильного, как Рональда, да. Здесь же мы видели наоборот. Месси, в общем-то, столкнулся с очень хорошей плотностью в обороне, и наверняка, в общем-то, задание было, если у исландцев, если Месси получает мяч, то не только один его должен встречать, но и игрок, если вы, условно, в общем-то, говорите о линии, о средней линии, и чуть левее, чуть правее, обязательно должен смещаться в сторону Месси и страховать своего игрока. Вот, поэтому... А у Рональда было много пространства. Много, в общем-то, ситуаций, когда он получал мяч практически один, набирал скорость и так далее. И тогда он мог делать, соответственно, передачи партнеров, то есть, играть за счет партнеров или за счет индивидуальных качеств. Поэтому, будь такая ситуация, условно, сейчас в матче с Исландией, дай простор Месси, и я думаю, там было бы намного больше голов, чем забил Рональда. Поэтому здесь нельзя так сравнивать. Последний вопрос. По перспективам сборной Аргентины, они если выйдут со второго места, хотя еще не факт, да? У них сегодня матч Хорватии и Нигерии в их группе проходит. Они могут попасть в Францию. Месси рискует уже вылететь с ранней стадии плей-офф. Или нет? Или они будут... Да, все возможно. Все возможно. Все возможно. Ну, знаете, тут вопрос, как будут действовать соперники против сборной Аргентины и непосредственно против Месси. Вот. Это, наверное, основной вопрос. Если же будет такая... Ну, я не думаю, условно, там сборная Франция будет играть строго от обороны и, в общем-то, будет действовать в таком же ключе, как сегодня играла Исландия против Аргентины. Я думаю, футбол будет более открытым. И здесь, конечно же, у Аргентины будет больше шансов, в общем-то, и показать футбол, более атакующий. И, соответственно, для Месси будет больше пространства. Здесь все, как говорится, ну, все открыто. Все открыто. Может обернуться и так, и совсем по-другому. Поэтому здесь я бы воздержался каких-то прогнозов. Нужно, во-первых, еще подождать дальнейшее развитие. Я думаю, что Аргентин может выйти из первого места, поэтому это тоже нельзя исключать. Давайте подождем. Первые матчи всегда тяжело складываются. И мы, как мы видим, для топ-команд, для топ-сборных, хотя не все еще стартовали, но не в сегодняшний момент все имеют определенные проблемы. Потому что сталкиваются вот с такой плотной игрой соперников, которые играют от обороны, которые играют на результат. И в связи с этим и лучшие игроки, кроме Рональда, и Косте, тоже имеют определенные сложности. Давайте подождем вторых матчей.